Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily, и в ближайшие несколько минут мы поделимся с вами самыми интересными новостями из мира высоких технологий. В мире высоких технологий слухи почти никогда не бывают беспочвенными, так что стоит обратить внимание на самые свежие, касающиеся проекта в Google. Издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники утверждает, что корпорация из Mountain View работает над второй версией Cardboard, которая поступит в продажу в этом году. Впрочем, вряд ли устройство сохранит свое название, поскольку следующая итерация получит не только улучшенные сенсоры и линзы, но и пластиковый корпус. В этом оно схоже со 100-долларовыми Gear VR. А вот насчет цены новинки информации пока нет. Зато точно известно, что в отличие от продукта Samsung, который совместим только с несколькими аппаратами самого производителя, список устройств, совместимых с новыми Cardboard, будет намного длиннее. По данным источников, Google планирует интегрировать в Android новое ПО, чтобы улучшить работу операционной системы с виртуальной реальностью. Об этом свидетельствует не только вереница слухов, тянущаяся с прошлого марта, но и недавние слова Сандара Печая. Обсуждая финансовые результаты Google, исполнительный директор сказал, что Cardboard был лишь первым шагом в виртуальной реальности, и уже в этом году компания и ее партнеры покажут много нового. Другая любопытная информация касается проекта автономной машины. Google еще никогда не проводила долговременные тесты автомобилей за пределами США, но в обозримом будущем это может измениться. По данным Sky News, лондонское управление транспорта последние три года ведет переговоры с корпорацией по этому вопросу. Последний раз стороны обсуждали вопрос не далее, как на прошлой неделе, но если какие-то планы и были утверждены, делиться ими с общественностью не стали. Что ж, если Google действительно хочет создать самоуправляемую машину, рано или поздно дойдет и до испытания заторами. Средняя скорость движения в столице Великобритании не превышает 24 км в час, а на отдельных участках в час пик она и вовсе снижается до 6,5 км в час. В таких стрессовых условиях возможность передать управление бесстрастному роботу очень бы пригодилась. А сейчас предлагаем вам взглянуть на свежий краудфандинговый проект под названием TITLE. Эта настольная лампа относится к вещам, которые никогда не купишь для себя, но будешь рад подарить или получить в подарок. 512 светодиодов под стеклянным колпаком образуют трехмерную структуру, а приложение для смартфона позволяет настроить лампу по вашему желанию. TITLE умеет показывать время, пульсировать в такт музыки и создавать нужную атмосферу, например, имитировать тлеющие угольки в камине. Те, кому стандартного набора будет мало, могут воспользоваться простеньким редактором или развлечься отправкой световых смайликов другим обладателем лампы. Ранние пташки могут зарезервировать тайтл за 200 долларов, а пара светильников обойдется в 380 баксов. Не дешево, но в качестве подарка любимому человеку вполне подойдет. Правда, поставки начнутся только в сентябре, так что на 8 марта ищите что-то другое. Больше новостей вы найдете на 3dnews.ru И не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!